МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жить в Израиле, работать в Сколково". Компании Святой Земли открывают филиалы в Инограде. Лекарство будущего гость программы, глава кластера Биомед Игорь Горянин. Он знает все о новейших медицинских технологиях. И как помочь делам сердечным новейший клапан от резидента Сколково. Вы смотрите Иноград. Студия Елена Зверева. Население Инограда увеличилось до 200 компаний. Новые резиденты собираются уплотнить информацию для записи на наноносители, создадут новые сервисы навигации и даже внедрят в образование школьников и студентов космические технологии. Появились и первые иностранцы. Израильские компании выбрали в качестве партнера не собственную силиконовую долину, которая вторая по значимости в мире уступает только Калифорнийской. А решили открывать филиалы в русском Инограде. Отбором проектов и стартапов займется специально созданный центр «Израиль Сколково Гейтвей». Партнер Сколково на святой земле – Ариэльский университет. Один из самых быстро развивающихся в Израиле. Речь идет о модели, в которой будет существовать, ну так мы это назвали странным словом, условно двухголовая стартап-компания, в которой есть российская и израильская голова. Компания, которая может находить партнеров, развиваться с точки зрения бизнеса, привлекать инвестиции, находить клиентов, проникать на рынки на глобальном уровне, как в России, так и в Израиле. Пока единственным резидентом с гражданством Израиль стала компания Argus Computer Vision. Один из проектов – система навигации в помещении. Известные навигационные системы, GPS, GLONASS, как известно, не работают внутри зданий. Это объясняется тем, что сигнал спутника в закрытом пространстве недоступен. Система навигации в помещении использует в этом качестве мобильную сеть или Wi-Fi. С помощью телефона пользователь может определить собственное местонахождение и выстроить маршрут для движения. Разработка имеет неограниченное применение. Торговые центры, музеи, институты и желание покорить мир. Это сотрудничество win-win. Мы работаем вместе. Технологии из Израиля. Эксперименты будут проводиться и здесь, и в России. Сколково дает очень большие возможности для того, чтобы сделать бизнес глобальным. Не маленькая программа для нескольких сотен пользователей, а для всей России. Да что там, для всего мира. Еще один будущий израильский резидент Сколково – компания Joint Ahmed. Здесь придумали, как избежать тяжелых ортопедических операций. Имплантант сделан из нетинола. Это такое умное железо, которое умеет изменять свою форму при нагреве. Мы вставляем его либо в берцовую кость, либо в колено. И там он дает дренаж для вывода лишней жидкости из сустава. Это снижает боль и внутреннее давление. Изобретение проходит сейчас лабораторное испытание в клиниках Европы и Израиля. Эту разработку без преувеличения называют прорывом как во врачебной, так и клинической ортопедии. Имплантант остается надолго, что избавляет от необходимости вытаскивать жидкость иглой или делать операцию и менять хрящ на головке кости, как это делается сейчас. Теория изобретения уникальна, аналогов в мире нет. О том, как будет развиваться медицина и какие проекты могут сделать будущее, мы спросим у нашего гостя, директора кластера Биомед Игоря Горянина. Игорь, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Ну, естественно, первый вопрос. Основные направления работы кластера. Расскажите, что вы взяли в качестве приоритета? Мы, так как ученые, говорим ось Х и ось У, по оси Х это у нас приоритеты, а по оси У это у нас реализуемость проектов. И четыре квадрата. Квадрат первый – это высокоприоритетные области, второй – сфера без сожаления, долгосрочный потенциал и менее приоритетная область. Онкология – это одна из первых. Также сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания, опять же, во всем мире, во всем мире являются большой проблемой. Регенеративная медицина – это область очень перспективная. Область очень перспективная. И Россия тут занимает, исторически так сложилось, из-за того, что в России, к счастью или к сожалению, не было принято таких драконовских законов, как в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду закон о стволовых клетках, об эмбриональных стволовых клетках. В России наука развивалась, и сейчас мы находимся в области применения стволовых клеток регенеративной медицины на один из ведущих позиций в мире. Вопрос только в том, как бы их правильно применять. Но, тем не менее, эта область, когда мы в будущем сможем выращивать любые органы для себя взамен, и которые можно делать без применения эмбрионов, она довольно быстро развивается. Интересно, что такое сфера без сожалений? Профилактическая медицина, в принципе, мы не будем сожалеть, что она будет применена. Фармацевтические компании, бизнес, и мы, как инновационная организация, институт развития, мы в принципе, вот если так положа руку на сердце, с точки зрения бизнеса, это невыгодно. Но, тем не менее, я бы хотел сказать про профилактику, есть уже, на Западе особенно меняется культура, и люди платят деньги за то, чтобы посмотреть свой организм, просканировать его, скажем. В будущем это будет пойти, заплатить деньги за полный свой геном, чтобы был расшифрован, чтобы посмотреть, какие у тебя могут быть болезни, чего нужно избегать, что есть, что пить. Отдельное крупное направление работы вашего кластера это новые лекарственные средства. Давайте посмотрим. Объем рынка, в принципе, впечатляет уже сейчас. В мире это 22 миллиарда долларов, Россия пока 300 миллионов. Почему так происходит? Почему у нас настолько малая доля нашего участия по этому направлению? Ну, хотелось бы ответить в том, что в России меньше болеют. На самом деле, на самом деле это не так, конечно. На самом деле, что в России не меньше болеют, а может быть и больше. А вот доступ, доступ, кто платит за лекарства, это реальная проблема. То есть, кто является потребителем и кто платит деньги. И в разных странах это делается по-разному. Например, в Великобритании создано NHS Health System, где идут отчисления и за все лекарства, независимо от их стоимости, платит государство. В России, к сожалению, еще не до конца выработаны механизмы, как бы государство платило за лекарства. Или пациенты платили за лекарства. Такие страховые схемы есть. Но, тем не менее, если бы был прямой заказ от государства на виды лекарства, тогда бы рынок, конечно, подрос. Потому что лекарства-то есть, в принципе, лекарства есть на рынке. Ну, просто невостребованы. Просто они невостребованы. Просто нет денег у людей за них платить. Следующее направление – новые медицинские технологии. Тоже наше участие здесь не столь объемное. Насколько это рискованное направление, скажем так? В биомедицине вообще риски очень высоки. В принципе, если иметь такой большой доступ информации, сделать все эксперименты правильно, то можно предсказать эти, реально предсказать безопасность лекарства, какие-то побочные эффекты и эффективность. И как сделать более эффективным, к сожалению, никто в мире не знает. Если кто-то знал вот такой секрет, как вот каждое лекарство, чтобы 10% было не разрабатывать до него 20 лет, вот, тогда бы мы уже жили бы там 200 лет, я не знаю. Ну и в заключение я хотел бы у вас спросить еще про одно направление. Вы частично сказали про персонифицированную медицину. Сколько будет стоить лекарство непосредственно для тебя самого, да? То есть вопрос стоимости проезда, да? Стоимость проезда, конечно же, как всегда, новые технологии будут только для избранных. Это понятно. Ну, так же, как компьютеры. Они же были только для избранных, там была одна машина на миллион человек, правильно? Потом стоимость снижалась, есть же закон Мород. Я считаю, что промежуток 10-10 летней, 10-15 летней вполне реален для того, чтобы каждый человек мог иметь информацию о своем геноме, и все лекарства уже были заточены, новые лекарства были проведены исследованием, может, даже дополнительно, для новых обязательно, для каких типов людей, с каким генотипом, какое лекарство принимать. Спасибо вам большое, желаем вам удачи. И я напомню, что гостем нашей студии был исполнительный директор кластера «Биомед» Игорь Горянин. Пока немногие резиденты биомедицинского кластера «Сколково» могут похвастаться опытным образцом, и тем более успешно проведенной операцией. Мой коллега Стас Натанзон изучил русскую разработку – новейший сердечный клапан. Стас, привет. Так что заставляет биться сердца? Ну, вообще, сердечная мышца, но если она не справляется, то помогают новые биотехнологические разработки, но тоже сделанные сердцем. Сегодня я расскажу тебе об одной из них. Это продукция компании «Роскардиоинвест», которая изобрела принципиально новый сердечный клапан. Вообще, долгие десятилетия законодателями моды, или вернее, технологии производства сердечных клапанов были американцы. Они изобрели первый такой имплантант еще в 50-м году. Вот он. Вот так он выглядит. В роли клапана тогда был шарик. Когда и советские ученые додумались до такой разработки, американцы выпустили новую модель – дисковый клапан. Вот он. Ну и позже, когда советские ученые разработали и такую модель – двухстворчатый клапан. Это сейчас самая распространенная в мире модель. Ну а покажите, пожалуйста, трехстворчатый клапан. Вот он. Это как раз разработка российских ученых. Стас, ну объясни, как это работает. Я так понимаю, что эти клапаны устанавливаются людям с пороком сердца. Да, и только в России в такой операции нуждаются примерно 30 тысяч человек ежегодно. Я попытаюсь объяснить, как это работает. Вот модель сердца, вот она на экране, и искусственные клапаны устанавливаются вот сюда и вот сюда. Здесь на большом экране будет видно лучше. Искусственные клапаны. Вот эти клапаны. Да, они устанавливаются на артерии. Ну, конечно, в том случае, если ваши естественные клапаны работают плохо. Как раз самый распространенный порог сердца – это стеноз клапана. Стеноз, то есть деформация и сужение. И в результате этой деформации и сужения поток крови становится слабее. В одних желудочках образуется избыточное давление, в других, наоборот, недостаточное. Очень серьезная болезнь. Ну и, конечно, сердце дело тонкое, поэтому, наверное, они должны быть идеальной формы. Да, и уже американские модели были идеальной круглой формы, но с точки зрения конструкции они были не идеальны. Дело в том, что поток крови в этом клапане шел по краям, а в середине он задерживался. Как раз из-за лепестков этого самого клапана. Медики называют такой поток нецентральным. Из-за этого эффекта в сосудах образуются тромбы, и человеку с таким клапаном приходится всю жизнь пить препараты. Они дорогие, и, что не менее важно, у них есть побочные эффекты, довольно опасные. Ну а русским-то удалось решить эту проблему? Да, российским ученым эту проблему решить удалось. Кровь в трехстворчатом клапане идет прямым потоком. Кстати, наши естественные, натуральные клапаны тоже трехстворчатые, так что природа тут была, наверное, в соавторстве с нашими учеными. Изобретатели уже запатентовали это изобретение и в России, и на Западе, и, что не менее важно, на Востоке. Потому что, конечно, самый большой спрос на сердечные клапаны, но клапаны в Китае, и там уже хотят делать совместное предприятие с Роскардиоинвестом. А рынок немаленький. Давайте послушаем директора компании, которая этот трехстворчатый клапан изобрела. Сегодня более миллиарда долларов в год тратится пациентами и клиниками на приобретение вот такого продукта, который я держу в руке. Причем 90% прибыли, которая идет, она идет в Соединенные Штаты, потому что американцы, они были всегда лидерами. Этот трехстворчатый клапан еще в массовое производство не поступил, но, по крайней мере, одному человеку жизнь он уже спас. Вот у Вани Мученков, ему была сделана операция в 6 лет. От него отказались все клиники России, ему предложили ехать в Германию, так как у него было состояние... У него имплантировано два клапана сердца, вот этих новых моделей. Это с момента проведения операции прошло более трех лет. Стас, ну а насколько надежно это устройство? Это же очень важно. Вообще, изобретатели говорят, что срок его службы будет дольше, чем средняя продолжительность человеческой жизни. Тут опять российским ученым помогли современные технологии, между прочим, с военными корнями. Лепестки этого клапана сделаны из специального углеродистого титана. Он очень легкий и очень крепкий. А на подходе клапаны из полимеров, они будут еще легче. И самое главное, при работе, при токе крови, они меньше шумят. Так что и тут технологии не стоят на месте. Стас, спасибо тебе большое, но не разбей сердце, пожалуйста. Не разобью. Нет аналогов в мире. Обычное определение продуктом резидентов. При поддержке Сколково скоро появится на рынке препарат широкого спектра, который может подавлять различные аутоиммунные реакции. Или, к примеру, антивирусная бомба, новейшее лекарство от гриппа. Будьте здоровы, смотрите и наград, и вы будете знать все о новейших разработках по пяти направлениям. И даже будет ли в безопасном городе Сколково забор. С вами была Елена Зверева.